Регулярно возникает вопрос, кто же самый важный человек на площадке. Какая позиция является безоговорочным номером один в волейбольной расстановке? Без какого игрока ваши шансы на победу стремительно будут двигаться к нулю? Как по мне, этого вопроса не должно возникать, и все тут очевидно. Но хотелось бы узнать и ваше мнение. Какую позицию вы считаете самой важной на площадке? Пишите про это в комментариях. Ну и желательно аргументировать свою точку зрения. Написали? Блин, странный вопрос, конечно, ведь свой ответ я оставил еще в названии данного видео. Ну да ладно. Ну что же, как вы уже наверное догадались, речь пойдет про связующих. Но говорить мы будем не просто про то, как научиться хорошо отдавать передачу, но и как в целом быть отличным связующим и быть абсолютно незаменимым человеком на площадке. Фух, выпуск обещает быть интересным. Так что не будем больше тянуть. Поехали. Сам в течение последнего года подумывал над тем, чтобы переквалифицироваться в связующего. Но я прекрасно понимаю, что без регулярной тренировочной практики существенного прогресса добиться не получится. Ведь на обычных игровых тренировках на какое-то адекватное развитие рассчитывать не стоит. А уж особенно, если вы планируете развиваться как связующий. Поддерживать форму можно, но сперва ее нужно набрать. Не так ли? Итак, чем же у нас занимается самый важный человек на площадке? Ну, само собой, основной функцией связующего является снабжение нападающих удобными передачами. Ведь хороший связующий может из среднего нападающего сделать хорошего нападающего. А вот плохой связующий может похоронить даже самого сильного игрока атаки. Также от связующего зависит качество блока команды. Ведь он по своей позиции часто встречается с доигровщиками соперника. Через которых обычно и проходит большая часть мячей в атаке. А в особенности на любительском уровне. Ведь диагональные присутствуют далеко не в каждой команде. Да даже если и присутствуют, то не каждый связующий может отдать хорошую передачу за голову. Но сейчас не про это. Ну и наконец то, про что забывают многие. Связующий просто обязан хорошо защищаться. Лучше уж пусть команда встанется без идеальной передачи, чем сразу проиграет мяч из-за плохой или вообще отсутствующей защиты связующего. Также конечно должны присутствовать в арсенале связующего атака и подача. Но про последние отдельно думы говорить не стоит. А вот про атаку чуть-чуть поговорим. Так, начнем пожалуй с самой основной функции связующего, а именно передачи. Про нее сейчас и пойдет речь. Давайте сперва разберем, как же вообще выглядит правильный релиз мяча. В идеале вы должны использовать все 10 пальцев во время передачи. Основными инструментами связующего выступают большие указательные пальцы, которые вы должны соединить в нечто смежное между треугольником и сердцем. Благодаря этим пальцам изодается сила передачи. А все остальные пальцы служат для лучшего контроля мяча и соответственно приводят к более точной передаче. Использовать все 10 пальцев крайне сложно, но обучиться данному навыку все-таки необходимо. Есть масса подсобных упражнений для развития подобного навыка, но есть один простой вариант, для которого вам потребуется лишь мяч и немного свободного времени. Я думаю многие знают про это упражнение, но не уделяют ему должного внимания. Вы можете заниматься даже не вставая с дивана. Если регулярно выполнять данное упражнение, то можно существенно улучшить качество обработки мяча. Соответственно вы сможете без проблем отдавать мягкие и точные передачи. Рекомендую выполнять по 2-3 тысячи повторений в день, но не советую сразу же делать по 3 тысячи. Начните сперва с 300-500 повторений. Ну и само собой не обязательно выполнять все это количество за один подход. Я предпочитаю выполнять по 100-200 повторений за раз. Также есть другое полезно-подсобное упражнение, которое также не потребует от вас больших усилий. Вам нужно просто взять мяч и попарно пальцами его набивать. Выполните по 10-15 повторений и переходите к следующей паре. И как только дойдете до мизинца, начинайте работать в обратном направлении. Очень важно задействовать только пальцы и не помогать себе руками и исключить работу кистей. Дальше начинайте использовать по 2 пары пальцев в том же режиме. Ну и если у вас хорошо начнет получаться, то можете заказать глаза, чтобы быть с кругу на одной волне. И чем чаще вы будете практиковаться, тем мягче будет ваша обработка. Ведь у хорошего связующего всегда очень мягкие руки, если вы понимаете о чем я. И при разминке сразу становится понятно, кто соперника будет пасовать, если конечно связующий не совсем деревянный. Хотя таких людей и связующие сложно назвать. Я предпочитаю пользоваться двумя словами, которые используют люди из моего окружения, применительно ко всем связующим. Это пасовщик и пасарь. Вот для не самых хороших связующих такое определение точно подойдет. Также если вам позволяет место, можете использовать стену. Ну и соответственно не забываем про передачу за голову. С улучшением навыка можете периодически набивать и одной рукой, хотя бы правой, чтобы можно было отдать передачу и сильно найденного на сетку мяча. Начинайте с обычного наброса и просто старайтесь поймать мяч. Ну а затем уже старайтесь выполнять подобные упражнения без паузы. Ну и также можете использовать стену, если у вас есть такая возможность. Ну и чтобы вы понимали, это не стопроцентно специфичные упражнения, а лишь подводящая подсобка, которая существенно улучшит ваш контроль мяча, что поможет вам быть увереннее на ваших основных тренировках, которые я надеюсь имеются. Часто многие советуют использовать ноги по максимуму в время передачи, но большинство хороших связующих стараются отдавать передачи в прыжке, чтобы минимизировать дугу и естественно увеличить скорость передачи. Плюс также забирают на себя внимание одного блокирующего, находясь на передней линии. А если вы пасуете в прыжке, то вам нужно иметь очень сильные руки, особенно предплечье, чтобы забрасывать мяч до нужной точки за счет одних кистей, тем самым деморализуя блокирующих соперника. Так что за счет одной техники тут не выехать, и нужны дополнительные инструменты развития, о которых я расскажу в отдельном видео. Так что если вы хотите ролик с упражнениями для улечения силы и при этом контроля передачи, то от вас потребуется 1000 лайков под этим видео. И как только они наберутся, в свет выйдет соответствующий ролик. Надеюсь у вас получится. Если провести сравнение профессиональных связующих и больше массы любителей, то легко можно увидеть разницу в траектории передачи данных типов игроков. Хотя видимо не легко, но зачастую многие разницы не видят. Если вам разница тоже не видна, то давайте поясню. Возьму буквально пару ударов и на них примере разберем. У любителей обычно получается более взвешенная передача, то есть она обладает достаточно стабильной траекторией, и как правило она обычно является более удобной для нападающих, особенно низкого уровня. Ну или у тех ребят, у кого есть проблемы с выходом на атаку, так как вы точно знаете, где будете контактировать с мячом. Ведь тут идет все по стабильной дуге без каких-то сюрпризов. А вот у профессиональной передачи мяч летит почти по прямой, за исключением каких-то аварийных ситуаций, когда уж совсем неудобно пасовать, и нужно просто хотя бы подбить мяч в нужную зону. То есть нападающему не обязательно ждать, пока мяч до него долетит, а он может снять его чуть раньше, либо чуть позже, что существенно затруднит работу блокирующим соперника, ведь они могут не угадать с выбором времени отталкивания, ну и наконец смогут сплоховать с выбором позиций. То есть в идеале такая передача должна лететь по прямой, чуть ли не до самой антенны, а затем резко падать, как это часто происходит при планирующей подаче, когда мяч камнем падает вниз, резко меняя свою траекторию. А вот для этого потребуются сильные кисти и огромное количество практики. Но когда вы достигнете высокого уровня, то порой может даже возникать эффект зависания мяча. В данном случае мяч будет перед падением на мгновение останавливаться, его будет проще обработать нападающему. Надеюсь, тут я все доступно объяснил. Если коротко и грубо резюмировать, то нам необходимо убрать свечки и начинать пасывать прямо. Да, возможно ваши товарищи по команде и тренировкам будут первое время жаловаться на подобные пасы, ведь им привычно играть на свечках. Но старайтесь не обращать внимания, ведь когда они привыкнут, то поймут, что с такой передачей можно атаковать более вариативно, можно использовать свой атакующий потенциал по максимуму. Но раз уж мы с вами выяснили, как должна выглядеть качественная передача и за счет чего она должна получиться, давайте перейдем к следующей ступени эволюции связующего, а именно выход на позицию. Как бы вы хорошо не можете обращаться с мячом, если вы не будете своевременно оказаться в нужное время в нужном месте, ваша эффективность будет далеко не на самом высоком уровне. Что же из себя представляет стандартный выход на позицию? Время подачи соперника вам необходимо максимально быстро оказаться у сетки, как правило эта позиция находится между третьей и второй зоной. Что дает вам своевременный качественный выход под мяч? Ну, начнем с самого банального. Это естественно простота обработки мяча и дальнейшее выполнение передачи. Выйдя к сетке, вы спокойно оцениваете траекторию мяча и без лишней суеты можете отправить его в нужном вам направлении. Также хороший выход под мяч обеспечивает вам хороший контроль площадки и сетки, то есть вы можете отслеживать изначальные действия блокирующих на той стороне площадки и тем самым можете выбирать более удобный вариант для своих нападающих. Ну и также вы имеете лучший контроль над своими нападающими, по их положению и разбегу сможете спокойно регулировать высоту, ширину и скорость передачи. Ну и не забываем, что мяч должен находиться у вас практически на голове, чтобы вы могли раскидывать мяч в любом направлении, при этом особо не раскрывая своих действий блокирующим соперника, а без качественного выхода под мяч этого добиться крайне трудно. Также нужно помнить, что пассылать вы должны находясь боком к сетке, а не спиной или лицом, так что не ленитесь и шевелите своими ножками. Так, ну вроде все базовые моменты касательно основной функции связующего мы проговорили. Давайте теперь перейдем к второстепенным, но тем не менее очень важным навыкам, отличающим классную связку от обычного пастыря. Первым в этом списке будет блок. Тут не будет каких-то конкретных маневров на блоке или каких-то секретных тактик, как вам останавливать нападающих соперника, а как по мне, именно связующие и диагональные имеют самую важную роль при блокировании на любительском уровне. Ведь, как я говорил ранее, через них проходит большее количество атак соперника. Здесь я хотел больше поговорить про низкорослых и не очень прыгучих ребят, которыми обычно являются связующие на любительском уровне. Да, конечно можно было сказать, так тренируйте свой прыжок, ну в самом деле. Но по факту же не у всех есть возможность для развития этого навыка, ну или желания просто нет. В этом тоже порой можно понять человека. Но при этом на блок все равно прыгать ему надо, и стараться быть максимально эффективным в этом компоненте. Итак, что же делать связующему с низким блоком, чтобы быть максимально полезным для своей команды? Самое худшее решение в ситуации, когда мяч летит в вашу зону, будет попытка скинуть руки. У вас и так не самый опасный блок, а если вы еще и руки скинете, то он станет не то что безобидным, а скорее даже опасным для вашей команды. Ведь даже если вас и попадут, то мяч либо отскочит прямиком в аут, либо провалится к вам под сетку. Так что низкий связующий всегда должен прямо выставлять руки, чтобы хоть как-то увеличить высоту блока. Точнее ее не терять. Также забудьте про перенос рук или сбрасывание кистей. Лучшим вариантом в вашем случае будет оставить кисти прямо, чтобы также выиграть дополнительные сантиметры в высоте вашей оборонительной конструкции. А если уж вы до сетки с трудом допрыгиваете, то можно кисти немного направить вверх, чтобы оставить вариант смягчить атаку соперника. Увеличиваем всеми силами высоту блока, уменьшаем количество чисто перебитых через вас мячей. Думаю тут понятно. Также не забывайте, что у вас в команде есть центральный блокирующий. Если вы особо на блоке помочь не можете, то вот он скорее всего сможет. Так что создайте все условия для того, чтобы он комфортно смог к вам пристроиться. А там уж, если у нападающего соперника не лучшим образом выйдет удар, то центральный вполне себе сможет его прихватить. Так что старайтесь избегать лишних движений и старайтесь своевременно оказаться на месте постановки своего блока, а не гадать до последнего. Ведь если вы будете гадать, тем самым вы и сами ничего не закроете и центральной вас сетки уберете. Так, ну и наконец, сейчас мы поговорим про тот элемент, который просто обязан быть у связующего высокого класса, а именно защита. Если в команде есть защищающий-связующий, то это настоящая находка. Опять же, тут не буду разбирать какие-то технические тонкости, просто хочу донести до вас одну единственную мысль. Если вы находитесь на задней линии, то в первую очередь вы должны защищаться, а только потом уж думать о том, как вам выйти на позицию и отдать передачу. Ведь если мяч пойдет в вашу зону, а вы сразу уберете к сетке, то сопернику достанется легкое очко. Может лучше передачу даст какой-нибудь другой член вашей команды после вашей защиты, нежели вы просто убежите и подарите этот мяч сопернику. Нередко бывают и такие ситуации, когда у соперника не будет полноценной атаки и намечается обычный переброс, или же просто накаты. То в этом случае вы можете спокойно начать движение к сетке заранее, но для этого вам необходимо голосом обознать, что вы выдвигаетесь вперед. Тогда игрок, который защищается во второй зоне, сможет оттянуться назад на вашу позицию и спокойно довести мяч. Сперва защита, а затем уже выход в сетке. Не забываем. Да, чуть не забыл. Нужно обязательно упомянуть и про такой вариант развития событий, как скидка или же атака связующего. Если есть нападающие, для чего же нужны такие маневры? Объясняю. Если вы своевременно вышли на позицию, то вы должны хорошо контролировать, что происходит на другой стороне сетки. И в том случае, если вы видите, что вместе с вами не поднимается блокирующий соперника, то вы можете беспрепятственно скинуть, чтобы в дальнейшем он на вас поднимался и вашим нападающим было проще атаковать. Но чтобы успешно атаковать и скидывать, вы должны обязательно практиковать атакующие действия и левой рукой. Ведь правое плечо у вас находится возле сетки. Позвольте атаки будет не очень удобно. Да и плюс ко всему, эти маневры будут достаточно просто разгадать. В отличие от того, если вы будете скидывать и бить левой рукой. Так что расширяйте свой арсенал и наговорите ужас на ваших соперников. Ну вот, собственно, это все, чем хотелось бы сегодня с вами поделиться. Если эта информация показалась вам полезной, обязательно поставьте лайк. Ведь я напоминаю, если вы набираете 1000 лайков, то выходит новый выпуск на то, как вывести силу ваших рук для более скоростной и дальней передачи. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете. И все у вас обязательно получится. Субтитры сделал DimaTorzok